Друзья, всем привет! Вы снова на канале Винегрет Ченнел. В этом видео мы с вами разберемся, в каком же хронологическом порядке нужно проходить игры серии Fallout. Всем приятных просмотров! Вперед! Через три года Fallout стукнет уже 30. Но интерес к ней до сих пор не угас. На малые экраны выходит сериал по мотивам игры. А сами игры приводят пример и как эталон жанра RPG, как прекрасный обращик небанального постапокалипсиса. Это видео должно стать пособием для тех, кто только слышал о культовой серии. Тем более, что фанатов с появлением сериала должно стать только больше. Действие серии Fallout происходит в альтернативном ретро-футуристическом мире, который был разрушен Великой войной 2077 года, глобальным ядерным конфликтом, уничтожившим человеческую цивилизацию. Однако небольшая часть человечества все же смогла спастись в заранее подготовленных в подземных городах-бункерах, рассчитанных на долгие десятилетия автономной работы. Спустя четверть века после апокалипсиса двери некоторых убежищ стали открываться, и выживших встречал совершенно незнакомый мир, полный радиаций, мутантов и прочих опасностей. Fallout 76. События этой части игры происходят всего через 25 лет после ядерной войны в 2102 году. Игрокам достается роль выходцев из убежища 76, двери которого открылись раньше остальных. Предполагалось, что жители убежища начнут практически с нуля, колонизируют разрушенный мир, но на пути героев стали особенно озлобленные мутанты, а также загадочная болезнь, чума горелых. Совершенно новая угроза для серии. При этом геймплей на игроков ждал все то же в Fallout 4, но с PvP элементами и серверами на 30 человек. Хотя 3 и 4 части франшизы получились скорее спорными, настоящая катастрофа была впереди. Изначально ничего не превращало беды. Ведущий презентацию Fallout 76 геймдизайнер Тодд Говард обещал, что Fallout 76 не только станет первым полностью мультиплеерным проектом во вселенной, но и останется полноценной частью серии. При этом игроки, по его словам, будут сами писать историю постапокалиптической Вирджинии, создавая собственных героев и злодеев. Сразу после релиза на игру обрушился целый ряд критики за ужасное техническое исполнение, скучный геймплеер и теперь уже полное отсутствие ролевой составляющей. Изначально серия Fallout представляла из себя хардкорные ролевые игры с пошаговой боевой системой, видом сверху. Действие первой игры происходит в 2161 году, спустя 84 года после Великой Войны. Пользователю достается роль жителя убежища 13, который выходит в пустошь ради поиска водяного чипа. Устройства, без которого все окружающие его граждане обречены на гибель без чистой воды. Выйдя наружу, главный герой с удивлением узнает, что на осколках цивилизации существуют мутанты, рейдеры и редкие человеческие поселения. А погоня за техническим Макгаффеном обернется путешествием в самые далекие уголки пустоши. Релизы первой продажи Fallout сложно назвать успешными. Игра прямо-таки кишела багами, а выручка не оправдывала надежд издателя. Особенно Interplay Entertainment напугали крайне низкие продажи на территории США, всего 23 тысячи копий в год выхода. Однако в будущем игру ждало всеобщее признание и культовый статус. Самобытный мир, сложное выживание, широкий простор для отыгрыша. Масса секретов и твисты и диалоги, которые сильно влияют на сюжет. Fallout на долгие годы задал стандарт для всего жанра RPG. Fallout 2 Сиквел Fallout вышел всего через год и на первый взгляд содержал в себе минимум изменений. Даже сюжетная завязка во многом повторяет оригинал. Начало игры стартует в 2241 году, спустя 80 лет после событий первой части. Главный герой сиквела – внук или внучка героя оригинальной Fallout. Вынуждены отправиться в пустоши из небольшой деревушки Ороя, где он прожил всю жизнь. Накануне случилась беда – катастрофическая засуха, угрожающая дальнейшему существованию деревьев. Чтобы предотвратить катастрофу, главному герою необходимо раздобыть особое устройство. Для терраформирования только оно сможет спасти население от вымирания. Но стоит игроку покинуть стартовое поселение, как становится очевидно – сиквел действительно больше, глубже и увлекательнее. Больше персонажей, больше квестов, больше секретов, больше занятий и запоминающихся историй. Fallout 2 взяла все, за что игроки полюбили оригинал и попыталась сделать это лучше. Это удалось. Вторая часть не только стала достойным продолжением Fallout, но и получила коммерческий успех. В первую неделю сиквел занял третье место в рейтинге продаж в США. Впрочем, этого успеха оказалось недостаток. Fallout 2 стала последней крупной игрой серии от Interplay Entertainment. Вскоре изждатель франшизы столкнулся с финансовыми трудностями. И следующую часть Fallout пришлось ждать целых 10 лет. Fallout 3 События третьей части происходят в 2277 году, на территории столичной пустоши, в окрестностях бывшего Вашингтона. Как и главный герой первой части, протагонист Fallout 3 тоже покидает безопасные стены и убежища ради путешествия в пустоши. Только теперь целью поисков становится его пропавший отец. Впрочем, поиски родственника быстро отходят на второй план. Исследования постапокалиптического Вашингтона и обилие второстепенных историй могут затянуть игрока на десятки, даже сотни часов. Fallout 3 оказалась громким хитом. Уже за первую неделю после релиза третья часть серии разошлась тиражом в 4,7 миллиона копий, что превысило совокупные продажи всех предыдущих частей серии. И хотя третья часть получила изрядную долю критики за техническое исполнение и слабую ролевую составляющую, игра стала возрождением франшизы, на которую фанаты Fallout перестали надеяться. Хотя старая команда разработчиков и трудилась над продолжением легендарной серии, этому проекту так и не суждено было увидеть свет. В 2007 году Interplay Entertainment обанкротилась, а права на серию выкупила Bethesda Softworks, авторы знаменитой экшен-рпг серии The Elder Scrolls. Именно тут начинается эра 3D Fallout. Новые разработчики не стали использовать наработки предшественников, а также приняли решение выпускать Triquel в более привычном для себя жанре экшен-рпг от первого и третьего лица. После успеха третьей части Bethesda доверила компании Obsidian Entertainment, в которую входили авторы оригинальных Fallout, создание спин-оффа Fallout New Vegas. Тут действие разворачивается в 2281 году в пустыне Мохаве и окрестностях постакалиптического Лас-Вегаса. В самом начале игры главный герой, обычный курьер в пустошах, получает пулю в голову и теряет свою посылку. К счастью, повреждение мозга оказывается не смертельным. Выкорокавшись из могилы, протагонист отправляется на поиски убийцы, чтобы вернуть потерянный груз, а также узнать его настоящую ценность. New Vegas называют лучшей частью Fallout. Творение Obsidian Entertainment получило признание среди критиков и среди игроков. Уже за первые две недели было продано более 5 миллионов копий игры. Такую всеобщую любовь легко объяснить. При создании спин-оффа разработчики сосредоточились на возвращении к сильным сторонам первых частей, а также на исправлении недостатков Fallout 3. Благодаря такому подходу акценты в New Vegas снова сместились в сторону диалогов и глубокой ролевой составляющей. New Vegas можно смело рекомендовать всем, как любителям открытых миров от Bethesda, так и хардкорным фанатам ролевого отыгрыша. Fallout 4 Действие игры начинается в 2287 году. С момента Великой Войны прошло уже более 200 лет. Главный герой Fallout 4 просыпается от крития сна в обиджище 111, чтобы вновь отправиться в пустоши на поиски очередного Макгаффена. Только теперь целью поисков стал похищенный ребенок протагониста. А перед игроком раскинулась территория штата Массачусетс и постапокалиптического Бостона. Многочисленные улучшения и новые механики определенно пошли игре на пользу. Fallout 4 вновь стала большим успехом и лидером продаж. 1,2 миллиона проданных копий в первый день релиза. Многие игроки и критики оценили обновленную боевую систему и детально проработанный мир, в котором легко можно заблудиться на добрую сотню часов. Впрочем, часть аудитории обрушила на Fallout 4 шквал критики. Игрокам не понравилось очередное упрощение ролевой составляющей и новая более прямолинейная система диалога. За эту часть серии вновь отвечали разработчики из Bethesda. К счастью, Fallout 4 было решено создавать на новой версии движка, из-за чего четвертая часть получила заметный обгрейд технической составляющей и долгожданное обновление некоторых механик. За почти 30-летнюю историю Fallout пережила много редакций. Но даже самые слабые проекты всегда находили своих преданных поклонников. Это легко объяснить. Продуманные механики, упор на ролевую составляющую. Веселый экшен и затягивающие исследования стали ключевыми достоинствами света. На самом деле, уникальный сеттинг жестокого, но ироничного поступокалипсиса сделал мир Fallout одним из самых узнаваемых в индустрии видеоигр. Одного взгляда на силовую броню, когтей смерти или широкую улыбку Уолтбоя достаточно, чтобы вспомнить вой радиоактивного ветра на пустошке и последствия передозировки антирадио. Проработка вселенной Fallout настолько детальна, что все игры серии одинаково хорошо передают настроение этого смешного и грустного мира. Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, пишите комментарии, не забудьте подписаться на наш канал, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых видео. Всем мира и добра, и до новых встреч!